Вдохновение и мотивация на канале Около Хэндмейда. Привет, друзья! Я Джулия, вы на канале Около Хэндмейда. И я, хендмейд-блогер, на своем канале делаю полезные видео для творческих людей. И сегодняшнее видео я хочу посвятить созданию видеоколлажа на тему «Кто я такой?», то есть представление, представление себя. Да, я буду делать это, я вернее уже сделала это на своем примере. Немножко предыстории. Сейчас в Инстаграме, в моем блоге julia.zazerkalya проходит челлендж по прокачке визуального контента, даже не визуального контента, а видеосторис, короче говоря, видео. И одно из заданий, которое я придумала, это сделать видеопредставление себя через сторис, через сохраненные вот эти кружочки наверху, вот архив сторис. Кто инстаграмщик знает, о чем я говорю. Вот, и, ну то есть я хотела как бы этим заданием сказать, насколько важно, насколько важно нам уметь себя представить, то есть сформулировать самое главное о себе. Вот, конечно же, начинать нужно изнутри, то есть с позиционирования себя, с самоидентификации, то есть, собственно, таких несколько философских вопросов, которые нужно для себя найти ответы, и после этого уже представить себя. Но вот это представление, на самом деле, это, ну, основа основ для вашего продвижения. Вот, и когда, то есть мы с моими участниками в челлендже будем делать это видеопредставление, но сегодняшний урок, сегодняшнее к вам обращение и мастер-класс, я хочу немножко рассказать о другом. Внезапно ко мне пришла идея, когда я готовила пост в инстаграм, мне нужно было сделать, ну, то есть у меня была задача представить себя, вот, и я думала, как же это сделать. И у меня совершенно не было ни времени, ни возможности приводить себя в порядок и представлять, ну, готовить видео. Потому что на самом деле, чтобы снимать себя на камеру, ну, в общем-то, многие боятся именно из-за того, чтобы, ну, выглядеть, что выглядят они недостаточно хорошо. Я намеренно сейчас снимаю это видео экспромтом, импровизирую совершенно неподготовленно, намеренно не делала никакого макияжа, и вот просто в домашней одежде и без прически, без ничего, именно для того, чтобы самой выступить в роли иллюстрации, для того, ну, к тому, о чём я говорю. Значит, меня посетила идея создать видеоколлаж, представление о себе. То есть, ну, у всех у нас полным-полно фотографий наших работ, из которых мы можем выбрать лучшие, там, и так далее. Полным-полно селфиков или же фотографий, ну, каких-то действительно, там, классных и так далее. Вот. И я решила сделать одноминутный ролик-видеоколлаж «Представление себя». И сейчас я расскажу, как бы, вот от этой задачи через идеи, через трансформацию идей к воплощению. Целый процесс свой, вот, который я сейчас прошла. Возможно, этот процесс вас вдохновит, смотивирует на нечто подобное, и вы поймёте изнанку, внутренность, инсайт, как творческие люди делают какие-то вещи. Ну, так вот, я выбрала, для начала ко мне пришла идея сделать видеоряд просто из фотографий под музыку. И я планировала сделать этот видеоряд просто в видеошоу, есть такая программка на телефон. То есть, ну, грубо говоря, вчера вечером ко мне ночью даже пришла эта идея, и я лёжа в постели, хотела на телефоне быстренько-быстренько сделать этот минутный коллаж. Ну, а у меня на телефоне, конечно же, там, всё моё портфолио, фотографий миллион и так далее. Вот, и я выбрала какие-то, ну, поскольку я мастер широкого профиля, скажем так, я выбрала и игрушки, и украшения свои, и свои селфики, и фотографии, вот, и своих детей. И моя мысль была написать, что, ну, я мама, я ценность для меня в семье, ну, кроме того, я мастер ручной работы, ну, и так далее, и показать свои работы. Вот была такая идея вчера ночью у меня, вот. Я выбрала, значит, фотографии, которые посчитала нужным, и, в общем-то, легла спать. Вот, на утро, когда мне уже, ну, время, скажем так, делать пост, вот, я, как бы, переспала с этой идеей, да, и мне захотелось сделать, сделать видео, у которого будет идти видеоряд из фотографий, но на которой я наложу аудиодорожку, надиктую просто своим голосом, надиктую какой-то текст представления себя. Вот, мне это, как говорится, вдохновила эта идея, вот. Я сразу-сразу у себя в голове, ну, как бы я такой импровизатор, я человек-экспериментатор, вот. Вот, и когда мне идея какая-то меня вдохновляет, и она мне нравится, то, в общем-то, ну, я, как бы, соединяюсь с потоком, и мне хочется быстро-быстро это сделать. И оно действительно идёт достаточно быстро, ну, то есть эффективно, нет затыков каких-то. Вот, и я села и написала текст, вот такой вот написала текст, прямо я его написала, как бы сформулировала в голове, то есть я написала, что я, Ковалёва Юлия, человек-калаш-экспериментатор и Дон Кихот. Это потом я уже дорабатывала, но я сейчас зачитаю. Я хотела сказать, я вначале, как говорила Алиса в «Стране чудес», вернее, ей, по-моему, графинес говорила эти слова, думая о смысле, а слова придут сами. Вот я себе совет этот всегда даю. То есть я понимала, что я хотела себе представить, кто я такая, что главная моя ценность в семье. Я хотела это подтвердить, как говорится, фотографиями, да, с моими семейными, с детьми. Вот, дальше я хотела сказать о том, что я мастер ручной работы, чем я занимаюсь. Вот, всё это я сформулировала красиво. Дальше я хотела это всё, вот, чем я занимаюсь, я хотела показывать прямо фотографии, чтобы у меня шли, да, иллюстрировали то, что я говорю. Потом я вспомнила то, что несколько дней назад одна моя заказчица сказала такую фразу, что дерево — это символ поиска баланса и гармонии, ну вот что-то такое она сказала. И мне настолько понравилось вообще вот это вот, ну то есть оно мне настолько отозвалось, потому что дерево, само дерево, для меня это тоже некий, ну, я себя, как бы, ну, долгая история, но тоже олицетворяла, в общем-то, с деревом. Вот, и мне захотелось эту метафору тоже привнести в свой текст. Вот, мне показалась это классная идея. Вот, для этого, для того, чтобы, как бы, ну, я построила речь, да, вот, всё это, задача была воткнуть это всё в одну единственную минуту. Когда построилась речь, я стала эти фотографии, которые у меня уже были накинуты, да, накинуты на видео-шоу, как в черновик, я уже поняла, что мне их нужно было передвинуть, там, допустим, фотографии с детьми, там, поднять наверх, потому что я в начале своего видео буду говорить о детях, фотографии работ дальше, ну, то есть, и мне, поскольку я дерево, да, вот эта метафора, поскольку я взяла одну из ключевых фотографий, у меня кулон в виде дерева, это, как бы, я много делала таких работ на разный манер, ну, вот кулон дерева, то есть, само дерево, этот символ, он меня, ну, я часто его воплощала. Вот, и мне нужно было для того, чтобы видеоряд мой совпал с моим текстом, мне нужно было просто фотография дерева. И я полезла в Пинтерест, я написала по-английски, я всегда ещё в Пинтересте стараюсь искать на английском языке, написала слово «tree». Вот, мне и по сердцу хотела найти себе картинку дерева, с которой, которую я больше себе, как бы, которая бы мне соответствовала. И я её нашла, не сразу, но достаточно быстро я её нашла, я её сохранила, вставила в свой видеоряд, вот. Вот, и дальше были технические моменты, изменение длительности клипов, каких-то накладочек, там, и так далее. Я много раз читала... Кто-то у меня уже проснулся, ну, иди сюда, давайте, мы, тем не менее, мы, мамы, ну, как бы, учимся делать контент непосредственно в тех условиях, в которых мы живём. Вот, я призываю всех мам, особенно творческих, не стесняться этого и всё равно делать. Вот, дальше мне... У меня получилось, значит, дальше технические, на технические вот все доработки у меня где-то пошло, наверное, ну, часа два, наверное, это точно, я корректировала переходики, я корректировала фотографии, вот, и, в общем-то, после... примеряла их, то есть, сама себе, на дикто, то есть, в видеошоу идёт видеоряд минутный, то есть, я видеоряд вначале сделала, да, как я хочу, под текст, я много раз читала просто с листа текст, корректировала, и уже в самом конце две попытки или три попытки я делала запись звука, то есть, непосредственно своей речи, вот, и я сейчас покажу, что у меня получилось. Так, я показываю. Значит, вот мой блог, Julia Zazerkal, вот он называется, вот обложка челленджа, про которую я говорила, ну, это только анонс, ещё будет один анонс, и на следующей неделе мы начинаем уже. Моя подруга по инстаграму подключает ещё и текст, просты, прокачку текстов, а далее я ещё планирую отзывы, блок отзывов сделать, то есть, полезность на тему отзывов, вот, ну, а сейчас видео, и вот, что я показываю, какой коллаж, видеоколлаж у меня получился. Смотрим. Я, Королёва Юля, человек-коллаж, экспериментатор, ребенок и тот. Конечно, главная тема, я не знаю, как я, но я не знаю, как я, какие-то ноября, все свои лучшие мınıи, как это не клевно, и сейчас, и все, что я делал, для меня происходит с особо, в вроде бы, не тех. Когда мы его узнали в небо, то сильного воздействия была. Спасибо. Спасибо. сейчас переключусь на крупную крупный кран в общем когда я нахожусь вдох во вдохновении а у меня как бы идея непосредственно от каждых каких-то зацепочек в конец вы видели в конец одна из моих старых работ птичка японка вот она была сделана еще по моему в двенадцатом году но в общем с нее началась моя коллекция вот этих брошек птичек вот и конкретно у этой птички японки была а я ее делала на конкурс у нее был тоже подтекст философский на тему весны и там на этой фотографии написано там написано что весна весенний воздух он вдохновляет он как первая любовь вдохновляет вот что-то такое ну и я подумала что соединить свою идею дерево соединить ее вот с весной тем более что сейчас я действительно планирую хорошо поработав зимой весной наконец-то быть более больше мастером нежели блогером ну и больше мамой нежели блогером вот так что она просто видит себя и смеется вот я в общем вот такая история я уже записала с телефона как я монтировала этот видео коллаж на телефоне в программе видео шоу бесплатной версии вот я сейчас к этому видео подмонтирую вон то вертикальный как бы запись с экрана телефона ну и надеюсь что вам идея такого видео представления видео коллажа понравилась используйте ее на здоровье мы у меня уже пошли отклики у подписчиков вот потому что действительно снят барьер что мы выглядим недостаточно хорошо вот в общем снимаете делаете и как и я старайтесь получать удовольствие от того что вы делаете входить в контакт с собой и поверьте жизнь будет отвечать и у вас будет лучше все получаться и ваш путь будет ну нести вас жизнь будет по вашему пути и будьте счастливы очень радко как я сделала такое видео значит сами фотографии закидываются вот сюда вот edit clip вот я их несколько раз добавляла меняла местами вот подбирала для того чтобы у меня видеоряд соответствовал тексту который я задумала вот немножко корректировала длину клипа то есть у некоторых в основном это 2 секунды но некоторые я подбирала делала немножко длиннее если не успевал голос вот ну а вообще я как бы несколько раз надиктовала свой голос вот просто читала с листа вот и смотрела где мне нужно корректировку то есть менять местами там длительность увеличивать и так далее вот после этого после клипа едет я значит музыку я вот здесь вот добавляла музыку то есть просто подобрала такую более плавную вот здесь брала и в эдит мультимьюзик графа вот здесь вот становится делается баланс вот этих вот вот этим ползуночком делается баланс громкости музыки и моего голоса я музыку получается стешила ну просто на минимум 33 процента было все это опыт опытным путем далее в самый последний момент после нескольких тренировок я записывала голос вот здесь вот войс бой солар значит здесь просто нажимаешь на микрофончик и идет видеоряд и ну тут тут по моему меняется но я не меняла я просто стешила музыку вот видимо здесь можно сделать громче голос вот и вот это красным вот здесь вот в общем то это звуковая дорожка дополнительно с моим голосом вот этот голос в принципе можно изменить вот здесь нажав на вот такую волшебную палочку можно увидеть этот робот хит ну короче говоря у меня поскольку видео довольно серьезное я уже ничего не меняла а вот например на заставке около хэнмейда я меняла накладывала эффект вот ну и после того как у меня уже после того как у меня уже все получилось я на один день убрала вот этот вот логотип видео шоу который везде в бесплатной версии его можно в принципе убрать если скачать там программку на один день они предлагают сами вот то есть единоразово можно так сделать вот ну и выгрузка происходит вот после того как мы все отредактировали выгрузка происходит вот тут сейф ту гэллери я нажимаю hd мод вот и уже потом делюсь в соцсетях непосредственно с телефон надеюсь вам понравилось было полезно это видео и снимаю я с экрана вот вы видите каким а за screen recorder вот этим вот вот этой программкой и вот